В Великую Среду, в день предательства Иуды Иисуса Христа на крестные страдания и смерть, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме Рождества Христова на улице Калантай. Храм Рождества Христова построен на месте гибели милиционера, старшего оперуполномоченного уголовного розыска Петра Шуляева, погибшего при задержании опасного преступника в сентябре 2002 года. Храм имеет четыре престола. Здесь сугубо можно помолиться всем святым, Георгию Победоносцу и образу Божьей Матери, утолимой о печали. Но в Великую Страстную Среду все сердца православных христиан устремлены к Иисусу Христу и Его последним земным дням. Владыка в Арсенофии вспомнил сюжет Святого Писания, как ученики готовили Тайную Вечерю и как Господь пытался спасти Иуду. Все готово было в Тайной Вечере, и Господь пришел с учениками. Обычно иудеи не садятся за столом, как мы, а они лежат в центре, самый главный хозяин, а по бокам от него уже гости. Так Господь возлюх, но сердце его, конечно, скорбело. Он видел, что среди учеников один, который готов буквально через несколько часов его предать. Господь попытается несколько раз напомнить об этом Иуде, не называя имени, чтобы тот покаялся, не делая этого зла, потому что иначе лучше бы не родиться на земле ему, чем то, что он совершит. Но Иуда так и не смог перебороть в себе страсть, которая накипела. И, как мы знаем, в этот день, в среду, у нас называется Днем Предательства Господа. Это апостольный день всегда у нас, в среду. И это совершил вот один из учеников его такой простудок. Владыка призвал христиан никогда не предавать Господа. Все нам урок с вами, что мы должны всегда бдительно быть, никогда не предавать Господа, ничего не соблазняться, никакими страстями, никакими посулами, которые дает нам дьявол, обещает нам все много в этой жизни. Только же мы согрешали, нарушали запады Божьи, отходили от Бога, а в результате этого предательства ничего не получим, кроме позорной смерти и вечных мук. Великая Среда – это середина Страстной Седмицы, а значит, уже через несколько дней мы будем поздравлять друг друга с Христовым Воскресением. Говоря о наградах, нужно отметить, что в соответствии с указом Патриарха Кирилла за усердное служение Русской Православной Церкви, к празднику Святой Пасхи митрополит Варсонофий удостоил настоятеля храма Протеерея Олега Жаворонкова право ношения креста с украшениями. Протеерея Александр Паничкин и Федор Степанов удостоены право ношения митры Айрии Анатолий Першин и Алексей Рютин право ношения на перстного креста. Мирянам же напомнили, что земные поклоны в храме отменяются до дня Святой Троицы, кроме поклонов у Святой Плащаницы в Страстную Пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok